Всем привет! Вы смотрите мой YouTube-канал, канал Евгения Киселёва. Евгений Киселёв – это я, и сегодня в гостях у меня Леонид Гозман, один из ярких представителей сегодняшней российской политической эмиграции. Леонид, привет! Мы с Леонидом всегда встречаемся по вторникам, каждый второй вторник, и наш сегодняшний разговор хочу начать со свежих новостей. Ну, на мой взгляд, стоит остановиться на трёх. Пригожин опять в кадре, опять распространяет видео, на сей раз говорит, что Бахмут не взят, Бахмут завтра не будет взят и послезавтра тоже не будет взят. Упорное сопротивление, как он говорит, оказывают его вагнеровцам украинские вооружённые силы. Ну, а в Украине говорят наоборот, что, по сути дела, в Бахмуте началось контрнаступление, и что там на самом деле происходит, мы пока точно не знаем. Как пишут многие средства массовой информации в таких ситуациях, во время боевых действий ситуация очень часто меняется так быстро, что сразу подтвердить или опровергнуть ту информацию, которую предоставляет та или другая страна, бывает очень трудно. Но вот то, что точно мы можем сказать, уже несколько раз в нескольких средствах массовой информации, за которыми мы следим на Западе, это и CNN, и New York Times, и Politico, и другие издания, появились намёки на то, что Соединённые Штаты не будут возражать, если их союзники начнут поставлять Украине истребители F-16. В частности, речь идёт о Нидерландах, которые заявили на днях, что у них назрело такое желание начать эти поставки, и они даже с британцами договорились о том, что формируют так называемую истребительную коалицию. Ну и третья новость. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил, что Владимир Зеленский всё-таки лично едет на встречу «семёрке» в Японию. Ну вот, наверное, это всё взаимосвязано, Леонид, как ты считаешь? — Мне кажется, что, знаешь, это есть такое, в статистических исследованиях, ну то есть в любой науке, когда там большие массивы и так далее, есть такое понятие «скрытый фактор». Ну вот два, происходят два таких однонаправленных события, но ни одно из них влияет на другую, а есть какое-то третье, которое влияет и на то, и на то. Вот мне кажется, что изменилась не только, по-видимому, объективная ситуация, то есть она наверняка тоже как-то меняется, но, как ты сказал, совершенно справедливо невозможно во время боёв вот чётко сказать, что происходит. Вот. А меняется атмосфера. Вот, знаешь, уже почти 15 месяцев февраль, да, идёт и не кончается, а вдруг запахло мартом. Вот как-то вот этот запах в воздухе, этот запах в воздухе почему-то, да. И мне кажется, что, ну я бы не исключал, что вот этот вот такой энтузиазм западных партнёров Украины и противников России теперь в представлении ей новых видов вооружения, этот энтузиазм связан ещё и с тем, что вот ощущение, что они побеждают. Ну а раз они побеждают, так давай мы им, так сказать, как-то поможем. Это даже не прагматическая такая вещь, что быть с победителем, да, а просто вот победитель вызывает симпатию всегда, с ним хочется быть рядом, да, потому что вот даже слово «победительный» в русском языке означает вот что-то вот такое очень привлекательное, правда? Вот. И они очень привлекательны. Вот. Здесь есть несколько обстоятельств важных. Во-первых, это очень опасно, знаешь, это очень опасно, потому что очень опасно сглазить, очень опасно разочарование. Вот ведь мы оцениваем, мы оцениваем то, что происходит не по абсолюту, а по тому, как это соотносится с нашими ожиданиями. Ну вот многие кризисные моменты в России легче переживались потому, что люди ждали, что сейчас все товары исчезнут из магазинов, а они вроде не исчезали, да? Ну не исчезали, значит, и слава богу, значит, все хорошо. То, что стало хуже, люди вообще не замечают, да? Потому что они ожидали значительно худшего. Ну да, когда сразу бегут, сносят все, что есть на прилавках, а потом выясняется, что зря старались товары. Ну вспомни, вот в начале, ну ты уже здесь был, начало пандемии, гречку. Да, да, конечно, я это имею в виду. Соль, свечи, сахар, гречку. Да, да, народ покупал гречку, да, мы тоже купили гречку, между прочим, что мы рыжие, что ли, значит, всем купать, а мы купили. Купили гречку, да. Ну стоит вот эта гречка, там несколько пакетов. До сих пор, наверное, стоит, да? Вот, то есть, и оказывается, ничего страшного не произошло. Гречка есть, да? То, что очень многого не стало, это как-то уже не замечается. Вот, и то же самое может быть с украинскими наступательными действиями, да? Вот если люди, условно говоря, ждут, что они там за три недели освободят Крым, а они Крым не освободят, а только там, допустим, что тоже было бы блестящим успехом, только перережут сухопутный коридор для российских войск, да? Ну вот, а вот, а Крым все равно не взяли, там, ну, что-то вот такое может пойти. Мне кажется, что украинцы это понимают, и эту опасность, и президент Зеленский об этом постоянно говорит. Много раз говорил, не ждите лишнего, не ждите. Он очень боится завышенных ожиданий и правильно делает, правильно делает, что опасается этого, да? Вот, слово боится, наверное, потому что к Зеленскому плохо, неправильно применять этот парень. Да, человек, безусловно, отчаянный порой. Абсолютно, да, молодец, конечно, просто удивительный человек. Ну, значит, это вот одна вещь. А вторая вещь, которую я хотел обратить внимание, это паника, которая охватила наших официальных парагандистов, этих военкоров так называемых и так далее, да? Когда сбили, ну, украинцы, нам пока сбили, хоть и говорят, что это не они, не знаю, кто это, марсиане, что ли, эти четыре летательных аппарата наших, два самолета, два вертолета, да, в Брянске, то прямо такая паника началась. Все, они сейчас целыми эскадрильями сбивают там и так далее. Вот что у них паника, вот что у них паника, да? Вот, и вот здесь, мне кажется, я, может быть, не знаю, может, ты будешь недовольным смеяться, что я слишком наивен, да? Мне кажется... Сейчас попробую не рассмеяться. Ну, попробуй. Ну, слушай, серьезно, в том, что я слушаю. Ты опытный человек, вот, может, у тебя получится. Понимаешь, мне кажется, что они понимают, вот эти пропагандисты, они понимают, что правда-то на стороне Украины. Они это понимают. Они понимают, что украина, украинцы бьются за правое дело, за свой дом. За свой дом они бьются, да? И вот они это не могут не понимать. Люди, которые там, понимаешь, там где-то живут в глубинке и только смотрят телевизор, они могут думать о том, что там вот нацисты бегают по улице, мальчиков распинают, ну, всякую фигню, да? А те, кто были на фронте или даже около фронта, они знают, что происходит на самом деле. И вот, знаешь, один человек заметил такую вещь, что, ну, вот Великая Отечественная война, да, ну, это период Второй мировой, который называется Великой Отечественной, ну, Сталин против Гитлера, да? Оба вурдалаки, и один другого совершенно точно стоит, да? Но все-таки вот после 22 июня правда была на стороне Советского Союза. Ну, вот это так, да? И, ну, они пришли на нашу землю. Напал бы Сталин первый, за ними была бы правда, да? А вот так и напал Гитлер. И правда была на нашей стороне, на самом деле. И вот от той войны у нас, в частности, остались замечательные песни. Замечательные песни. Такие небравурные, небравурные. Не вот эта вот, даже не вот эта великая песня, «Вставай, страна огромная», которая, на самом деле, была украдена большевиками. Это же «С тефтонской силой темную», там, ну, ты знаешь, песня Первой мировой. Первый вариант песни был написан еще во время «Германской войны», как называли. Ну, конечно, да. И там было «С тефтонской силой темную», с «Проклятой ордой». Вот. Но остались человеческие песни. Человеческие песни совершенно замечательные. Типа там, я не знаю, «Бьется в тисаной печуркой огонь», типа, вот, «А на груди его сияла медаль за город Будапешт», там, ну, и так далее, да. Вот это прекрасные песни, которые пела вся страна, между прочим. Вся страна. Причем, вот это вот, эти негодяи все про народное единство говорят, вот здесь выражалось народное единство. Их пели, так сказать, условно, там, провластные люди, антивластные люди, и либералы, и патриоты такие там. Кто угодно, кто угодно, да. И, кстати, среди авторов были совершенно разные люди. И они тоже, это было тоже совершенно неважно, да. Там вот «И помнят мир спасенный», там, ну не знаю, все, что угодно, да. А вот у... «Помнят мир спасенный» — это уже значительно более позднее творчество. Конечно, конечно, это более позднее, но неважно, это про тот же период. Это про тот же период, это про то же самое. Я говорю про не когда создано, да, многие вещи были созданы потом, но именно вот про что, и, конечно, вот я читал, что у Германии об этом периоде, об этом периоде таких песен нет, есть марш, есть еще что-то, до и после у Германии, конечно, полно таких песен, великая культура, конечно, все есть, вот, но вот об этом периоде нет, потому что, и вот, по-видимому, вот тут есть какое-то ощущение, что вот нет, вот неправы они были в этот момент, вот они были неправы, да, а Советский Союз, несмотря на это в Урдалаковой главе, несмотря на все кошмары, на насилие при оккупации Пруссии, там, и так далее, да, вот несмотря на лагеря, там, все что угодно, да, несмотря на это, вот, глобальная правда была с нашей стороны и с их, да, и вот я думаю, что вот эта паника этих так называемых военкоров, да, она связана с тем, что они вот понимают, что правда со стороны Украины, вот, и это очень важный фактор победы, между прочим, это важнейший фактор победы, потому что все-таки, все-таки Советский Союз победил не только, ну, конечно, то, как Путин сейчас игнорирует ленд-лиз, союзников и так далее, совершенно омерзительно, конечно, да, вот, но победа была не только благодаря ленд-лизу, союзникам и прочее, победа была благодаря людям, да, а люди понимали свою правоту, вот, дальше можешь смеяться. Нет, я совершенно не хочу смеяться, я хочу просто сказать, что к вопросу о песнях, сейчас очень много хороших песен сложено в Украине, очень популярных, связанных с войной, связанных с ощущениями людей, и бравурных, и грустных, разных, да, и они, что называется, пошли в народ, вот, а вот там только шаман поет, видел этот самый замечательный, в кавычках, ролик, который, я не знаю, кстати, то ли они настолько безграмотные ребята, что никогда не смотрели фильм Кабаре, Фостера, да, и не видели вот эту замечательную сцену, когда ангельским голосом сначала поет мальчик, такую задушевную лирическую песню, которая вдруг переходит в бравурный нацистский марш, да, то ли они троллят всех, и с абсолютно серьезным лицом фактически делают пародию на вот эту культовую сцену из старого фильма, не знаю. Насколько я чувствую этих людей, которые это делают, может быть, я ошибаюсь, да, они знают, но это не пародия, они считают, что это правильно, и people's how it, и они настолько презирают людей, в том числе своих заказчиков, что это не чтобы над ними посмеяться, они думают, что вот кто-то увидит, поймет, там, и так далее, да, нормально, съедят. Угу. Ну вот. И, кстати, к вопросу о песнях. Не знаю, как ты, но я, к сожалению, не могу теперь слушать военные песни, которые я раньше очень любил. Вот те самые, о которых ты говоришь. Вот что-то меня останавливает при всей моей былой любви вот к этим искренним песням времен войны. Это какое-то, наверное, тоже психологическое явление. Не могу, и все. Ну, конечно, но, знаешь, я... Даже песня Куджавы. У меня есть это чувство тоже, да, оно возникает, и я его стараюсь преодолевать, если хочешь. Потому что, вот знаешь, это же борьба за прошлое наше, на самом деле, да. Ну, посмотри, вот эти негодяи, они отобрали у нас настоящее во многом, да, вот. Они... Да и прошлое тоже. Ну, с прошлого сложнее, смотри. Они отобрали настоящее, в смысле они отобрали наш дом, например. Я здесь не потому, что я хочу быть здесь, не потому, что я не могу вернуться в свой собственный дом. Вот. Они отбирают у нас будущее, в том смысле, что чем дольше они у власти, тем дольше путь возвращения к нормальной жизни, да. Чем он дольше, чем он сложнее, и тем меньше из нас дойдет, да, цели там, и так далее. С прошлым они пытаются отбирать. Ну, понимаешь, поскольку, когда там Владимир Владимирович говорит про печенегов-половцев и про то, как Петр возвращал свое, ну, мы же не воспринимаем это всерьез. И наше отношение к печенегам-половцам и Петру, и Ивану Грозному и так далее, оно никак не меняется от этого, естественно, оно никак не меняется. И к Путину меняется, потому что уже поздно все уже, уже некуда меняться. Но, понимаешь, вот если вот происходит то, что ты говоришь, что мы перестаем слушать эти песни, мы перестаем отмечать день там 9 или 8 мая, да, который отмечали без парада, разумеется, и, так сказать, без всякой такой, ну, экзальтации, отмечали все фронтовики, кого я знал, все, как было не отметить 9 мая, это же невозможно, да, люди собирались там, водку пили, ну, а как без этого-то, да. И потом уже, кстати, когда пошли при Брежневе, при Сталине же это не отмечалось, при Брежневе это все начало расцветать, 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 плевать им было на эти официальные праздники, они совершенно не участвовали никогда. Вот, ну, для себя, для себя, там, я не знаю, там, позвонить человеку, с которым ты воевал когда-то, допустим, он уже и не может приехать и так далее, ну, ты ему хотя бы звонишь, ты говоришь, что вот, Коль, вот, живы мы с тобой там. Ну, что-то вот такое, да, вот, и вот если мы от всего этого отказываемся, то получается, что они выиграли, а это неправильно отказываться, потому что, знаешь, как кто-то сказал, давно даже Господь не может сделать бывшим и небывшим. Вот, вот, та победа, вот, этих людей, не Сталина, этих людей, преодоление, стойкость, понимание собственной правоты и так далее, вот, это же все было, это же на самом деле было, да, ну, как же мы от этого отказываемся? И это часть каждого из нас, понимаешь, ведь я, концепция каждого из нас включает в себя вовсе не только то, в чем мы сами принимали участие, но и то, в чем принимали участие мы, те, кого мы называем мы для себя, вот, кого я могу назвать мы, вот, и вот то мы, которому я себя тоже отношу, оно, это мы, вот тогда завершило тяжелейший и очень важный, очень хороший процесс, на самом деле, уничтожение Третьего Рейха, он был уничтожен, он был уничтожен людьми, да, американцами, британцами, кем-то, но среди этих людей, которые это уничтожили, огромный процент составляли наши соотечественники, а среди них были мои родные и люди, которых я помню, я их помню просто, да, там, помню, вот, дядя Юра, который там, летчиком был, вот, там, дядя Изя, который был, вообще прошел войну от финской до конца отечественной, да, рядовым, рядовым прошел, я его помню, вот, ну, как, понимаешь, я от этого откажусь, и от этих песен я откажусь, понимаешь, это значит, Путин победил, да, вот нельзя ему давать побеждать, понимаешь, вот нельзя ему давать побеждать, мне кажется, поэтому, нет, я, мне бы очень не хотелось отказываться, конечно, конечно, всему свое время, конечно, невозможно, ну, вот, я был в Трептов парке на 9 мая, знаешь, я сходил туда, ну, там был митинг наш, так сказать, с нашей стороны, нормальный, хороший, вот, а там было несколько сот этих уродов, понимаешь, в майках на Берлин, Берлин, какой тебе Берлин, дегенерат, ты уже в Берлине, ты уже здесь пособие получаешь от немцев, вот, нет, он, значит, с макериной Берлины, пьяный, отвратительно все совершенно, вот, но, это не отменяет того, что было, конечно, нельзя вот так себя вести, нельзя, и понятно, что совершенно невозможно в современной Украине, в сегодняшней Украине, говорить, что 9 мая это день победы, ну, какой вообще к черту, когда наши войска наследуют Гитлеру и делают все то, что делал Гитлер когда-то, да, а наследниками той победы являются, конечно, украинцы, ну, понятно, они же защищают Родину, вот, то есть, понимаешь, что это нельзя делать, как нельзя исполнять произведение Вагнера на мероприятиях в память Холокоста, вот, ну, нельзя, не получается, нельзя, как нельзя читать... Показалось ли тебе, не показалось ли тебе, вот, по поводу этих самых молодцев, которые в Берлине, в случае, шабаш устроили, я знаю, что некоторые мои знакомые просто физически пострадали в этих столкновениях, не слишком ли, не слишком ли германская полиция вела себя толерантно по отношению к этой публике, я просто посмотрел тут недавно ролик, как в Канаде с ними обошлись, вот, просто можно всем европейцам толерантно показывать, как эту нечисть надо выгонять. Ты знаешь, это же очень... для меня это очень сложный вопрос, я, честно, слушаю, я не знаю, потому что, с одной стороны, конечно, когда эту сволочь смотрел, и стоят рядом полицейские, я думаю, что, господи, что, ребята, что, ребята, стоят-то, но они же явно нарушают закон, правила поведения, там, и так далее, вот они к людям пристают, вот они, значит, пытаются сорвать наш митинг, там, который их-то не трогал, там, ну и прочее, да. И я понимаю, что мне тоже хочется вот этого, да. А с другой стороны, вот эта прекрасная Европа, прекрасная европейская демократия, и немецкая демократия прекрасная, она вот, видимо, предпочитает ошибиться в эту сторону, она предпочитает не вязать по возможности, ты же не можешь делать точно, правильно, да, ну, в любом деле всегда вот либо сюда, либо сюда, они предпочитают сюда. Ты знаешь, вот я первый раз, когда был в Страсбурге, там вот этот Страсбургский собор, и он закрывается удивительным образом, мы вдруг увидим, что он закрыт какими-то маленькими домиками, его плохо видно, и вообще-то говоря, если бы эти все домики снести, к черту, да, то он бы открылся в своей какой-то фантастической красоте, а домики не сносятся. И мы подумали, что, может, потому здесь жизнь такая, что домики не сносятся. Вот нельзя, вот нельзя. Вот, вот есть этот самый в Бирме, в Мьянме, город Баган. Знаешь, город Баган, там две тысячи храмов стоит. Ну да, конечно, это одно из чудес света. Да, 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 да. Так вот, на этом Багане, там было так, там вокруг этих ступ, естественно, стояли лачуги местных жителей, которые там продавали что-то туристам, там, то есть все, в общем, они все делали. Вот, и, в общем, грязь там, шум, и, в общем, эти храмы смотрелись хуже, чем могли бы смотреться. Военное правительство в одну прекрасную ночь взяло и выселило оттуда всех людей куда-то. Ну, в общем, взяли, армия пришла, лачуги этих чертов разбросили, зачистили. И стала красота неописуемая. И туда пришли змеи. Змеи не любят шума. Да, 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 это реальная история. Змеи не любят шума, да, и от людей они уходят. А тут стала тишина, и пришли змеи. И правительству пришлось закрыть этот город вообще. Его можно осматривать с воздушных шаров теперь. Понимаешь, совершенно символическая история, конечно, да? Символическая история. Вот лучше не трогать лачуги местных жителей, понимаешь? Вот везде, где можно обойтись без насилия, видимо, лучше обходиться без насилия. И даже тогда, когда вот у меня тоже, когда я смотрел на эту сволочь, понимаешь, на то же злобье, мне тоже очень хотелось, чтобы их повязали. Может быть, немцы правы, что они этого не делают. Еще по поводу песен. Смотри. Очаровательная, опять-таки, в кавычках новость. Теперь у нас собираются судить Гребенщикова. Бэггер. Не удержал лицо, да? Это абсолютно серьезно. На него составили протокол о дискредитации российской армии. Бэггер сразу среагировал. Слушайте, ребят, я ни одной песни не написал про российскую армию. Как можно меня в этом обвинять, чтобы я ее дискредитирую? А легко. Я уже переделал мне Декарта. Мыслю, следовательно, дискредитирую. Ну, ведь делают на самом деле все, казалось бы, для того, чтобы приблизить свой конец. Но, с другой стороны, вот я начинаю думать, на самом деле, может быть, они ориентируются на значительную часть населения, которое составляет, может быть, даже большинство, которым это фиолетово, как сейчас стало модно говорить среди молодежи. Или было уже модно, может быть, сейчас уже какие-то новые, еще более продвинутые выражения появились. Как ты думаешь? Нет, я думаю, что они не ориентируются на население, а это просто инерция их собственной работы. Они не могут остановиться. Как делают, так делают. Ну, понимаешь, он вот стоит там, не знаю, представь себе, поставь там дурака охранять дверь и не пущать. Он не пускает, да, ему верно не пускается, он не пускает. Вот, идет кто-нибудь, он его со страстью не пускает. И потому что он думает, что это его долг, и потому что он выслуживается перед начальством и так далее. А то, что там пожар, и, ну, ты вообще думай, головой-то надо людям выходить, это ему плевать на самом деле. Или там еще что-нибудь такое же, не знаю. Может, не самый художественный пример, но, в общем, понятно, наверное, да. Они выслуживаются, они стараются, там и так далее. Результаты их не оплодотворяют вообще. Понимаешь, он просто вообще. Но это как-то же всегда было при советской власти. Ну, понимаешь, там, я не знаю, мой отец однажды там переезжал, они переезжали из Питера в Москву, и он стал работать, он был инженером очень высокого класса, он стал работать в КБ одного очень крупного завода в Москве. И довольно быстро понял, что станки какие-то очень дорогие, которые там делали, рассчитаны таким образом, они рассчитаны в статическом режиме, а в динамической у меня работать не могут. То есть, пока он стоит, он хороший. Пока ты его включаешь, он ломается. Ну, такой станок, да. И он, значит, пошел к какому-то начальнику, к директору, к кому-то, говорит, Иван Иванович, это же не может работать. Он говорит, якобы, да расслабьтесь-то вообще. Да неважно, смотрите, у нас план как идет, у нас все классно, понимаешь. Никого не волнует результат, а волнует отчет, да, волнует отчет. Так и эти. Сидит какой-нибудь там следователь, прокурор еще какой-нибудь, чекист, да, вот, и вот он отчитывается. Он аж на самого БГ хвост поднял. Вот, молодец. Но обрати внимание, что они БГ грозятся штрафом в 50 тысяч рублей. И Ройзман, они сейчас полгода плясали вокруг него, и штраф 260 тысяч рублей. Ну, цирк вообще, ну, цирк, просто цирк, да. Вот, то есть они на самом деле боятся. Они понимают, что БГ популярен. БГ популярен. Популярность БГ выходит далеко-далеко за рамки вот этого там либерального круга, например. Или Шевчука, или Ройзмана у себя, у него, может, она более локальная, такая вот народная популярность. За Ройзмана народ, то там может и подняться в случае чего. Легко, легко, легко. Да, да. За Ройзмана там в Новосибирске не поднимутся. У него не всероссийская в этом смысле слава. Всероссийская у него в либеральных кругах. Но народная у себя в Екатеринбурге, да ты чего. Кстати говоря, и они боятся. Они боятся. С БГ боятся 50 тысяч. Ну, что это за фигня? А Карамурзы не боятся. Так получается, да? А Карамурзы нет поддержки. Такой. Карамурзы есть поддержка среди нас с тобой. И среди таких как мы с тобой, да. В гробу они видали врагов народа. Кроме того, они Володю лично ненавидят. Потому что Володя лично внес огромный вклад в то, что ему, какому-то начальнику, до французского своего дворца не долететь. Они знают, что это Володя ходил по кабинетам в Вашингтоне и говорил, введите санкции, введите, заприте его негодяя, значит, пусть Пхенян летает. Вот это Володя сделал. Сделал больше, чем большинство других, между прочим. Конечно, он его ненавидит. А чего его боятся? А вот Шевчука, БГ, Ройзмана, на региональном уровне, они боятся очень сильно, на самом деле. Кстати, почему боятся? Почему боятся? Почему такая популярность? Шевчук, если ты помнишь, во время Чеченской войны, которую мы все осуждали, мы все ее осуждали, а он ездил и выступал в госпиталях перед ранеными и говорил, они все мои. Ну, смысл был такой, да? А войну я осуждаю, говорил Шевчук. Он против войны, против любой войны, да? Но перед ранеными он пел. Он пел перед ранеными. Понимаешь, он не отделял себя. Он не отделял себя. И Ройзман, Ройзман, он вот эти свои знаменитые приемы проводил раз в неделю, да? Он же, к нему приходил человек, он же его не спрашивал. Мужик, а ты мне сначала скажи, чей Крым? Если скажешь, что Крым наш, то пошел вон. А вот если скажешь, что Крым украинский, я буду тебе помогать. Он этого не спрашивал, нет. Он просто всем помогал. Понимаешь, для него все люди были людьми. И поэтому для всех людей Ройзман это Ройзман. Вот это самое важное, на самом деле. Поэтому, кстати говоря, Ройзман, Ройзмана бы в президенты, на самом деле. Ройзмана бы в президенты. Мы еще узнаем наверняка новые имена иностранных агентов. Они же по пятницам объявляются. Вот это вот та же история про заставь дурака Бога молиться, он лопать ждет, да? А здесь не только потому, что дурак, Жень. Здесь не только потому, что дурак, ну что ты. Ну смотри, создали группу, там, ну, приписали ее мне с автоююстиции, но понятно, что она ФСБшная, да? Во главе, там, скажите, с полковником, например, условно, я не знаю, полковником, генерал-полковником, ну, кем-то, да? Вот. И вот он штампует иностранных агентов. Хорошо. А потом, вроде бы, иностранные агенты закончились. Ну, такие нормальные, да? И он что, придет к своему начальнику и скажет, товарищ генерал-лейтенант, все, выполнено. Он скажет, спасибо тебе за службу. И группу расформирует. И что? И что он будет делать? Зачем ему это надо, да? Вернется на прежний участок работы, на прежнее место. Вернется. А здесь он может получить лишнюю звезду. А здесь он может сделать лишнюю карьеру. Здесь это было повышение для него. Это было повышение, да? И он что, от этого повышения откажется? Он откажется от перспектив, которые он дает? Да он этих агентов будет из-под земли доставать. И достает. И они же объявили агентом, они же совсем сдурели уже до конца, они же объявили агентом не так давно Христа Грозева, да? Который там этнический болгарин, гражданство не знаю, там, чье у него, ну, точно не российское, да? Ну, сейчас Байдена, давай Байдена объяви. Или Зеленского. Ну, какая вообще, какая разница? Поэтому они теперь объявляют третьих лиц, которые как-то содействие оказывают. Я вот уже знаю эти случаи. Дмитрия Гордона, моего украинского коллегу, там, давно уже, кстати, объявили иностранный агент. Тоже. Но это же бред. Это же бред. Даже вот по семантике слова, если ориентироваться на русское, так сказать, понимание слов, да, то даже по семантике слов иностранный агент не может быть иностранным гражданином. Это как-то другое. Это другое, да? Ну, там, он может быть нелегалом, да? Да, но он не может быть иностранным агентом, который, значит, живет там у себя, не знаю, в Софии, в Вене или в Вашингтоне. Ну, да, но им по барабану. Выслуживаться-то надо. Они же создали целый институт на самом деле. То есть, вот, обрати внимание, что сейчас появился институт иностранных агентов, принадлежность к которому стала считаться в определенных кругах, ну, если угодно, там, знаком качества. То есть, если поначалу мы посмеивались и говорили, ну, что ты тоже теперь полку нашего прибыла, да, то теперь иногда серьезно говорят, как, подожди, Вась, ты что, еще не иностранный агент? Как так? Не уважают. Не уважают, значит. Или, может быть, казачок какой-то засланный. Нет, это орден. Слушай, это орден почетного легиона. На самом деле, это орден почетного легиона. Конечно, да, конечно. Вот, и я, когда эту самую плашку ставлю, я совершенно этого не стыжусь. Я там даже сделал такую приписку. Ну, там все же слипаются, как могут, да, что я считаю это признанием заслуг перед Россией. Я правда так считаю. Мне больше нравится, там у тебя, к твоим постам обычно есть такая приписка, и понятно, что этот текст мог написать только иностранный агент. Ну, это просто стёп, а вот то, что я считаю, это противоправное присвоение этого звания, считаю признанием заслуг перед Россией. Это абсолютно всерьез. Абсолютно всерьез. Хорошо, уважаемый господин иностранный агент, у меня тогда к тебе вот какой вопрос. Это уже касается очень серьёзной одной темы, которая начинает обсуждаться и, судя по всему, будет обсуждаться ещё более горячо. Так, 4 июня, день рождения Алексея Навального, его сторонники выступили с призывом, чтобы люди выходили на акции поддержки Навального, на акции протеста против того, что с ним делают власти. И возникает сейчас у всех, ну не у всех, но у многих возникает вопрос, а может быть неправильно это, может быть неправильно людям, его сторонникам, которые находятся в относительной безопасности европейской эмиграции, призывать людей рисковать своей жизнью, своей свободой. Их же вышедших на акции заметут, многим выпишут штрафы, а некоторым им срока огромные. Вот как быть здесь? Ну, как к этому относиться? Ну, относиться каждый как хочет и делает всё, что хочет, но... Ну, я тебя спрашиваю. Да, я считаю, я считаю, что призывать... Ну, они там осторожно сказали, там, кстати, даже непонятно, относится ли это к... По-моему, они не говорили, что выходить в Москве, в Питере, там, где-то, по-моему, такого сказано не было. Вот, там, вообще-то можно подумать, что это относится к тем, кто в безопасности. Не знаю, но мне кажется, что призывать выходить на акцию в России может только тот человек, который сам выходит на акцию в России. Вот, ты можешь сказать, я завтра выйду к зданию ФСБ или там куда-то, на Лубянке или где-то ещё. Вот, я выйду в знак протеста против того, что они делают с Алексеем Навальным и вознаменованием его дня рождения. Вот, я это сделаю, да. И вот в этом случае ты можешь сказать, присоединяйтесь ко мне. Хотя я в подобных случаях, когда вот я участвую во всех там несанкционированных мероприятиях, за которые можно было получить по голове и всё, что угодно, то я никогда даже не призывал к этому, а я говорил так, что я буду тогда-то, буду там-то, надеюсь, там встретиться хороших людей. Всё. Вот. Ну, я не осмеливаюсь людей звать в тюрьму. Ты можешь рисковать своей жизнью, ты можешь рисковать своей свободой. Ты не можешь рисковать свободой других. Ну, конечно, есть некоторые исключения, да, когда человек сам своей жизнью очень много доказал, да, и, ну, может быть, у него появляется такое право, но вот у меня такого права не появилось, как мне кажется. Вот. Поэтому я бы воздержался от этого. И во всяком случае я бы сделал даже скорее наоборот. Я бы обращался к тем, кто собирается выходить с неким даже разъяснением, потому что вдруг не все понимают. Что, дорогие друзья, вы, если пойдёте, вы пойдёте. Если вы взрослые люди, это ваше дело, естественно, вы должны понимать, мы просим вас понимать, что высоко вероятным последствием вашего абсолютно законного, абсолютно морально оправданного действия может быть ваш арест. Высоко вероятным последствием вашего ареста может быть тюрьма для вас. Тюрьма. Просто ни за что. Вот просто так, да. И если вы отдаёте себе отчёт в том, что вот так будет, да, ну, это ваш выбор. Что делать вообще? Что можешь сказать? Понимаешь, даже как глупо говорить Навальному, зачем ты вернулся, или как Володя Кармазин, зачем ты вернулся. Даже глупо говорить людям, нет, не выходи, тебя заметут. Он знает, что его заметут. Я процепирую, как на самом деле сказано, для справедливости, чтобы у нас, как говорится, тоже было всё честь по чести. Называется это всемирная акция в поддержку политика, повторяю, в 14.00.4 июня. И призыв обращён в том числе и к тем, кто находится в России, тем, кто будет задержан, соратники Алексея пообещали юридическую помощь и помощь в оплате штрафов. При этом есть такая приписка, если вы в России тщательно оцените риски и подойдите к решению об участии в акции, осознанно, чтобы снизить вероятность задержания, можно заняться агитацией, распространять листовки, стикеры, рисовать граффити. Или же выбрать тактику коротких децентрализованных пикетов, если вам важна максимальная публичность. А что касается акций, которые проводятся за рубежом, ну это там, понятное дело, отдельная история. Какую позицию займут находящиеся в эмиграции группы российских оппозиционеров? Ну посмотрим, это, наверное, выяснится в ближайшее время. Еще один вопрос в этой связи. Появился интересный документ в сети, который я бы попросил тебя прокомментировать. Этот документ называется «Городу и миру. 15 тезисов о России и войне». И документ этот вышел из-под пера моего собеседника. Вот, пожалуйста, Леонид, объясни, пожалуйста, почему ты решил составить и публично написать вот такой символ веры? Ну, во-первых, спасибо за внимание к тексту, это всегда приятно, ты же понимаешь. Но был просто повод, повод был такой. Была на 5-6 июня в Брюсселе назначена конференция некая, которую проводят там, будут участвовать и европейские люди, и наши. Ее проводят, организуют Андрес Кубилюс, бывший премьер-министр Литовской республики, замечательный человек, очень приятный. И он сделал в Европейском парламенте группу «Друзья Европейской России». Он относится к тем людям, которые считают, что Европейская Россия возможна. Вот, я, они оказали мне честь, и меня тоже пригласили, вот, и даже предложили там выступить на двух панелях. И я думал о том, о чем я буду говорить. Я подозреваю, что мне предстоит модерировать одну из них, поскольку я тоже приглашен в качестве модератора одной из панелей. Мне пока не уточнили, какое именно. Ну, вот, прекрасно. А я должен там выступать. И я думал, пока я еще не понимал содержание панели, ничего не понимал, я думал, а что я вообще могу сказать. И вот так родились эти 15 тезисов. Ну, они вот родились, все. Ну, хорошо, вот если потезисно, смотри, есть пункты, которые наверняка могут вызвать, скажем так, в Украине всяческую поддержку, в России у многих недоуменно вскинутые брови. Тезис второй. Граждане России, поддерживающие требования предоставить наступательное оружие России, действуют в интересах народа России. Так этим оружием представители народа России будут убивать, скажет кто-то. Несомненно, несомненно. Ситуация трагическая, из которой нет выхода без жертв. Ну, нет выхода, да. Ну, просто посмотри, в какой ситуации жертв будет больше. Вот, если отрубать хвост по частям или сразу. Да, значит, победа путинского режима, ну, во-первых, она, я думаю, уже невозможна, военная победа. Во-вторых, надеюсь, что невозможно. Во-вторых, если бы она случилась, это была бы трагедия для России. Была бы трагедия, близкая к трагедии октября 1917 года, когда Россия на несколько поколений проваливается в какую-то яму и до сих пор вылезти на самом деле никак не может. Да, поэтому в интересах России, в интересах народа России, даже народа России, Россия, как бы, не очень понятно, сохранится как целостность, не сохранится, это одному Богу ведомо. Вот, в интересах народа России скорейшее поражение путинского режима. Как в интересах народа Германии было скорейшее поражение Третьего Рейха. Ну, это было в интересах народа Германии, безусловно, да. Поэтому в интересах народа России поражение Путина. Для быстрого поражения Путина нужно предоставить наступательное оружие. Чем быстрее победят украинцы, тем меньше погибнет в том числе наших ребят. Ну, совершенно очевидно, да? Чем меньше их погибнет. Поэтому это, да, в интересах России, мне кажется, это абсолютно очевидно. Ты сказал наших ребят. Да. Прилетит тебе сейчас за наших ребят? Ну, прилетит, ну, что я могу сделать? Я не могу отделять себя от своих соотечественников. Я не могу этого делать. Я в этом случае, кстати, понимаю Шовчука, который пел для раненых на Чеченской войне. Я прекрасно понимаю. А куда я это дену? Ну, слушай, Жень, ну, если у тебя есть брат, да, который наркоман, опустившийся человек, там, все что угодно, да? Или вообще там какой-нибудь подонок-грабитель. Ну, всяко бывает, да, у всех грабителей есть братья, братья-сёстры, родственники, да? Вот. Ты можешь и должен, наверное, осуждать его за его действие, за его образ жизни, там, и так далее. Но ты не можешь сказать, он мне не брат. Ну, как-то он тебе не брат, когда он тебе брат. Ну, по факту он тебе брат. Бывает, отрекаются от родных и близких. Ну, вот, я не считаю правильным отрекаться. Я не считаю правильным отрекаться ни от друзей, ни от родных, ни от страны, ни от чего. Что есть, то есть. Что есть, то есть. И вот эти же чудовищные преступления в Украине сегодня совершает моя страна. Моя страна, мои соотечественники. Вот. И, между прочим, конечно, я очень рад и, так сказать, мечтаю, ну, был бы верующим, молился бы за победу украинского оружия сейчас, да? За скорейшее освобождение Крыма. То есть, как только они освободят Крым, когда они освободят Крым, у нас будет глубочайший политический кризис в России и есть шанс на свержение режима Путина. Это третий пункт. Это третий пункт. А, ну вот. Так вот. У меня сразу по поводу третьего пункта вопрос есть. А ты уверен, что одним из возможных итогов станет дворцовый переворот и отстранение Путина от власти? Одним из возможных? Я, наверное, не уверен. Я боюсь, что выйдут пропагандисты, такая сладкая троица выйдет, там, Скобеева, Соловьев и кто там еще? Марго Симонян. И споют нам сладкую песенку, точнее не нам, нам-то бесполезно это петь, споют глубинному народу сладкую песенку о том, что из Крыма мы ушли временно для того, чтобы избежать гуманитарной катастрофы или что-нибудь в этом духе. Жест доброй воли. Они, конечно, будут это делать, если успеют, да? Ну, во-первых, я, конечно, ни в чем не уверен, я же говорю, что есть шанс. Если я говорю, есть шанс, значит, я не уверен, да? Какая же черта уверенность? Но мне кажется, вот на что я надеюсь, да? Я надеюсь не на возмущение народа, потому что народы, во-первых, они опять задурят голову, наверное. Кроме того, Путин совершенно независимый человек, он от народа не зависит вообще. Ну, просто вот совсем, от слова совсем, да, как говорят сейчас. А я надеюсь на недовольство, возмущение его приближенных, что ты нас куда завел, сын? Ты куда нас завел? Мы нахрена сюда влезли? Ты зачем всю жизнь нам испортил? Вот, вот что может быть. Потому что Акела уже не промахнулся, Акела уже что-то другое сделал, да? И они это прекрасно понимают. Вот на это я как бы рассчитываю. Действительно, вот этот шанс, небольшой шанс, небольшой, конечно, шанс, да, он, конечно, есть. Так вот, я приветствую победу украинского оружия, разумеется, потому что украинцы ведут войну правую, справедливую, освободительную, да? И, конечно, я не могу быть на стороне агрессора. Я, кстати, написал об этом еще задолго до войны, за несколько месяцев до войны, будучи в России, что тезис Ленина «желать поражения собственному правительству» вовсе не такой безумный, как об этом говорили, а почему нет? И я писал, что если Путин начнет войну против Украины, я буду желать поражения своему правительству. Естественно, прямо вот, ну, след за Владимиром Ильичем. Вот, но тут, 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 тут вот что, тут вот что. Да, я приветствую победу украинского оружия, но я с глухой, так сказать, печалью смотрю за потоком гробов, который идет в наши города. Вот, да, потому что одно дело, когда поймали и убили украинцы насильника из Бучи, например, да, вот вычислили и пристрелили эту сволочь, это этим людям нет места на земле. Ну, вот там, насильникам и прочей сволочи, да, там, садистам всяким, ну, конечно, им нет места на земле, но парень, который виновен тем, что он недостаточно, так сказать, развит, чтобы понимать ситуацию, который виновен тем, что он недостаточно активен и социально компетентен, чтобы избежать призыва, это же требует компетентности очень большой, да? Вот он жертва этой ситуации, да, вот его прислали, его одели в форму, ему дали автомат, как, значит, да, иди вперед, а куда ему деваться, да? Да, он воюет за ложные вещи, преступные и так далее, да? Да, когда его убивают украинцы, они имеют право это сделать, как советские солдаты, в том числе и украинцы, предок вот того, кто сейчас стреляет в Украине, да, ловил в перекресте прицела человека в форме вермахта, он же не думал, это кто, это идейный сторонник Гитлера или вообще преподаватель консерватории, который Гитлера ненавидит, форма вермахта, ничего не сделается, да? То же самое и сейчас, все, все, да, да, они все в своем праве, они все в своем праве, конечно, конечно, и, так сказать, вот, бог на их стороне, но когда в российский город привозят человека в гробу, да, я не могу не помнить о том, что с его отцом мы, может быть, ходили в один класс, в одну школу, может быть, ходили, да, что мы с ним жили на одной лестничной клетке, вот, я не могу про это не помнить, это неправильно, это нечестно, это трусость, это трусость про это не помнить, потому что если я помню, если он для меня свой, Это не значит, что я буду ему помогать в его неправом деле. А воевать с ним будешь? Ну, если придется. В смысле, против него? Ну, разумеется. Ну, если придется, то да. Хотя я не планирую идти добровольцем в украинское ополчение. У меня нет таких планов. Поэтому, кстати говоря, я не поддерживаю призывы, не участвую в призывах к насильственному сопротивлению. Потому что я сам не буду этого делать. Я возьму в руки оружие только, а я хорошо стреляю, только для самообороны. Только для самообороны. Я не буду. Ну, вот так жизнь сложилась уже. Возраст, все что угодно. Я не пойду. Я добровольно воевать не пойду. Защищаться, да, буду, конечно. А добровольно воевать не пойду. Но, да, я не буду помогать этому парню, нашему соотечественнику. Я не буду ему помогать. Я не буду собирать ему там варежки и прочее. Или там свечки в окопы. Нет, не буду. Не буду. Я не буду делать его жизнь легче. Но если его, когда его убьют и искалечат, то я сочувствую и ему, и его родителям. Еще вопрос, позволь. Да. Пункт 10. Путин в действительности не обладает личной популярностью. Его выступления не привлекают внимания. Никаких возмущений в народе в связи с орденом на его аресты, в связи с атакой дронов на Кремль, которые власти объявили покушением на жизнь Путина, не было. Ну, народ-то вообще-то всегда безмолвствует еще со времен Бориса Годунова, о котором писал Пушкин. Но это не значит, что реальная поддержка же выражается тогда и в том, когда они идут и в очередной раз послушно голосуют на так называемых выборах за этого самого Путина. Не важно, чем он обладает. Я не согласен. Категорически не согласен. Нет, абсолютно. Реальная поддержка и выборы вообще никак не связаны. Выборы – это ритуал. Выборы – это… Ну, нет, в нашей стране, в Испании связаны, в Германии связаны, в нашей стране нет. В нашей стране выборы – это чистое ритуальное действие, которое подавляющее количество людей выполняет просто потому, что так положено. Зачем положено? Они не знают, так всегда было. Деды ходили, родители ходили, и они ходят. То есть они ходят и ставят галочку, где им велят, или где они понимают, начальство хочет, чтобы ее поставили. Мы были же случаи, когда ходили с энтузиазмом на выборы? Были, были, недолго. Недолго были. Но, кстати говоря, а за Брежнева как голосовали? 99. Я не про Брежнева. Я, начиная с 1989 года. Ну, конечно. С первых относительно свободных выборов. У нас был период, и мы с тобой счастливы, что мы его пережили, что мы оказались в это время в нужном месте. Был период настоящих выборов. Он был очень недолгий. Дальше, как и стало, сворачивать, сворачивать, сворачивать. Но свернули вообще. И сегодня выбор – это ритуал. И сегодня, если вот, господи, если мы доживем до этого дня, то и ты убедишься, и я смогу подтвердить свою точку зрения, что если Путина свернут, никто не будет за него выступать. Никто не будет его защищать. Понимаешь, вот в этом важно. Я всегда в России, я всегда старался почувствовать запах, понимаешь, почувствовать, что происходящее в электричке, в метро, в разговорах на рынке, там, где угодно. Вот просто вот, вот для меня вот это всегда было очень важно. Сейчас у меня этого нету, но я спрашивал людей, которые живут в России сейчас, вот, ребята, а что в метро говорят, а что люди говорят там, и так далее. И по поводу ГАГи, и по поводу атаки дронов. Да это всем начать, даже всем начать. Я думаю, возмущения нет. Ты себе представь, ты себе представь, если бы была аналогичная какая-то атака на Олега Валенсу, когда он был на пике своей популярности, когда он стал президентом Польши. Да Польша бы на уши встала вся. Вот, я, кстати, поляка спрашивал, что было бы у вас. Ну, что бы, снесли бы все, к чертовой матери. Это самое, посольство Нидерланды вообще по камешкам бы разобрали, вот, если бы они на Валенсу поперли. А почему Нидерланды? Ну, потому что ГАГ. А. Просто так, пусть поближайшая, да. Ну, то есть, вот, он лидером был. Лех Валенса был лидером нации. А этот не лидер, это не знаем кто. Потом в какой-то момент проголосовали за Квасневского. Нет, ну, проголосовать, это разное. Понимаешь, нет, Валенса, Валенса был, Валенса сочетал в себе два вещи. Вот, смотри, вот, есть лидер нации, есть избранный, так сказать, руководитель, избранный президент. Значит, Валенса сначала был лидером нации. Сначала. Вот, он уже был лех Валенс и не был еще никим президентом, да. Потом он стал президентом. Когда он стал президентом, он стал выполнять функции президента. И к нему стали относиться уже не как к вождю, а как к президенту. Как к нему относиться как к президенту? Пошло, естественно, недовольствие. Что-то не так сделал, это ты не так сделал. Ну, нормально совершенно. Так и должно быть. Совершенно он прошел нормальный путь. А за Путина никто биться не будет, я тебя уверяю. Увидишь. Никто не будет биться, ни один человек. Ну и последний вопрос, если можно. 15-й пункт, касающийся последней волны российской эмиграции, где ты говоришь, что это люди готовые вернуться в Россию и строить новую страну, они союзники Европы, а их дискриминация недопустима ни по моральным, ни по прагматическим соображениям. А ты уверен, что все, кто сейчас эмигрировал, союзники Европы, что они все готовы строить новую страну и что все они настроены антипутински? По моим наблюдениям, там полно людей, которые просто сбежали, чтобы в европейской обстановке, в европейском комфорте, в европейской безопасности пересидеть темные времена. Наверное, такие тоже есть, но ведь здесь важно не чтобы все, а важна какая-то значимая критическая масса. Я таких людей вижу. Я таких людей вижу. Вот, допустим, в Берлине, где я нахожусь, есть замечательные ребята, которые создали движение, называется «Демократия». Там «я» на конце, «большая я», да, то есть, мне кажется, правильно, «демократия» – это я. Ну, каждый из них говорит, «демократия» – это я, это правильно. Вот, значит, вот они создали это самое движение, и они все хотят вернуться. Вот, я это вижу, да. То есть, я вижу значительное число людей, которые готовы вернуться. Я думаю, что процент антипутинский, антипутинский процент в последней волне выше, чем во всех предыдущих волнах, естественно, потому что это люди, которых Путин просто, так сказать, изгнал из страны. Они не собирались увечать. Вот все эти ребята, молодые, в основном, всякие там профессиональные, условные айтишники, хотя, разумеется, не только айтишники, они не планировали отъезд. Они собрались жить у себя дома, да, потом вот Путин все это сделал, они вынуждены были уехать, они его ненавидят, естественно, да, и они хотят вернуться к себе домой. Конечно, не все, а все и не надо, но есть те, кто вернутся. Дискриминация… Ты знаешь, как раз, что европейские власти не хотят разбираться в том, кто заслуживает дискриминации, а кто не заслуживает дискриминации. Вот как тут быть? Да ну, как тут быть? Убеждать, убеждать, ну, чего? Они, у них своя, во-первых, европейские власти имеют право делать все, что хотят. Естественно, это их страна, нам надо, так сказать, благодарить, кланяться. Вот, ну, а что делать? Вот, мы здесь кто? Мы никто, у нас здесь прав нету, естественно, да. Значит, но наша обязанность, наш долг, это объяснять им. Объяснять им вот эта конференция в Брюсселе, которая будет, я надеюсь, что на ней тоже это будет говориться, я уверен, что это будет говориться. Вот, ну, нельзя в 21 веке людей дискриминировать по паспорту. Вот, неправильно. Повторяется ситуация этих самых беженцев от Гитлера, вот, антигитлеровских людей, которые сбежали от фюрера великого, значит, когда-то, да, а их, значит, гоняли по кругу, нигде не принимали там, и даже, кажется, будет лучше, когда их выдали обратно в Германию. Ну, вот, ну, ну, как вообще? Нельзя, нельзя это делать. Это нельзя делать, и все. Неважно, что думает по этому поводу конкретно европейский бюрократ. Важно, что думаем мы с тобой. Ну, конкретно европейские бюрократы смотрят на эмигрантов из России сейчас, нравится нам это или нет, но заслуженно смотрят на эмигрантов из России, фамилии которых им зачастую ничего не говорят, точно так же, как смотрят сейчас украинцы. Попробуй, я объясни украинцу, что есть хорошие русские. На самом деле, даже я, например, этот термин использую сейчас исключительно в ироническом смысле, применительно к людям, которые пытаются декларировать свою хорошесть, хотя, на мой взгляд, далеко не всегда ее заслуживают такого отношения. Я согласен, согласен. Нет, ну, хороший русский – это смешной термин, конечно, более серьезный термин. Фру-фру, как теперь их называют иногда. Ну, в общем, нет, более серьезный термин – это европейские русские, или там русские европейцы. Вот, ну да, вот, действительно, а кто мы такие? Мы и есть европейские русские, все правильно. Или там русские европейцы, да? Не знаю, как правильно ставить. Вот, это правильный термин. Это правильный термин. Мне кажется, что украинцам, особенно тем, кто воюет, и тем, у кого родня воюет, и так далее, действительно, объяснять что-то сейчас не очень уместно, это правда. Мне кажется, что это не стоит делать. Вот, стоит просто потерпеть, ну, ничего не поделось, да. Оренбург писал «Убей немца». Совершенно невозможно в современном мире вот это, да, призыв к убийству по национальной принадлежности. Во время войны это, увы, увы, было нормально, и возмущение не вызывало. Увы, война страшная, просто страшная, да. Вот, и сейчас то же самое. Но европейские бюрократы, во-первых, они, их не бомбят, и с ними можно разговаривать, и нужно им нужно объяснять. Во-вторых, между прочим, так уж совсем на них жаловаться и считать, что они совсем плохо к нам относятся, тоже нельзя. Потому что они дают гуманитарные визы. Дают, дают. Иногда. Иногда. Не всем. Иногда. Ну, не всем, не всем, но дают. То есть, вот, ребята здесь той же демократии, которую я вижу здесь, многие, в общем, как-то более-менее, хотя на какое-то время легализовались. Какие-то имеют какие-то заработки, имеют возможность зарабатывать и так далее. То есть, считать, что Европа так уж плохо к нам относится, тоже, между прочим, неправильно. Мне кажется, что мы должны, что у нас есть, кроме всего прочего, у нас есть долг благодарности. И даже если нам, как сообщество, дается не все, не так, как нам бы хотелось, как мы считаем, справедливым и правильным, да, тем не менее, что-то нам дается. И вот за это что-то, мне кажется, мы должны быть благодарны хозяевам. Потому что это их дом, это не наш дом. Ну, совсем последний вопрос тогда. А не кажется ли тебе, меня эта мысль все время преследует, что в кругах российской политической эмиграции и неполитической эмиграции слишком много разговоров о тяжкой судьбине и очень мало разговоров о том, как помочь Украине? Нет, мне так не кажется, потому что все ребята, которые, ну, очень многие из которых я вижу, вот, из наших, из наших, но все-таки более правильное слово не эмигрантов, а изгнанников, по-моему, да, вот оно по-русски вполне объясняет ситуацию, в которой мы находимся. Излишне пафосное, мне кажется? Я не вижу другого слова, менее пафосного, а оно отражает суть. Вот суть отражает именно это слово. Вот, может быть, можно было бы, если есть какое-то слово менее, так сказать, красивое, это, наверное, было бы правильнее, но я его, я просто не знаю, поэтому использую это. Так вот, те, кого я знаю, они все очень активно помогают Украине. Они очень активно помогают Украине и собирают деньги на, там, всякие гуманитарные вещи, там, печки, генераторы и все прочее, и собирают деньги непосредственно на Украину, на вооруженные силы и помогают украинским беженцам, работают волонтерами, там, ну и так далее, и так далее. Вот они все это делают и делают очень активно. Поэтому мне кажется, что это упрек несправедлив. Вот. Он, возможно, относится к некоторым медийным фигурам нашим. Это да. Но я не уверен, что наши медийные фигуры, медийные фигуры русского этого изгнания, что они, в данном случае, правильно сказать, эмиграции, потому что кто-то из них не был изгнан, а эмигрировал, это разные вещи. Вот. Значит, вот медийные фигуры нашей, не все медийные фигуры нашей эмиграции отражают настроение нашей эмиграции. Мне так кажется. Ну что ж, Леонид, спасибо большое за очередной разговор, за ответы, за комментарии. Вот я напомню, Леонид Гозман был гостем моего канала, канала, который называется Евгений Киселев, мое имя и фамилия. И если вы на него не подписаны, пожалуйста, подпишитесь, поддержите лайками, вопросами, комментариями. И всего всем доброго. Субтитры подогнал «Симон»!